А сколько сейчас времени? Семь. Да. Может уже начать бегать? Он встает в 6 с чем-то, если что. Вот этот парень, вот этот парень, в последнее время он-то спит хорошо. Но, если честно, он не дает потом поспать нам. А на улице пока так прилично прохладно, чтобы начинать бегать заново. Но с бегом надо возвращаться, потому что просыпаться без бега намного сложнее. Покажи, покажи, давай, давай. Не-не, вот сюда, вот сюда, покажи. Он разобрался с кнопкой вниз. Не-не-не, нолик, и вниз. Вот это. Да? Не, я имел в виду, что мы классно посидели, но он все равно тебя искал. Да ну очень понравились новые игрушки. Не, экран не сенсорный. Не-не-не, он не сенсорный. Прикольный момент, который я подсмотрел в интернете. Итак, чувство. Вот тут у нас есть, если вам видно, отверстие для сим-карты. Розовое, черное. И, в общем, теперь вместо того, чтобы молодожены дарили друг другу кольца, они просто меняют, если у них два одинаковых телефона, свои крышечки из-под сим-карт. Прикольно. Ну, конечно, полная дурость, но мы тоже это сделаем. Кто готов идти и гулять? Кто идет гулять? Кто идет гулять? Стандартная прогулка с малышом. Кле-бле-дям. 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 Я не уверен, что это капуста. Капуста, как брокколи. Похоже, как брокколи. Качанка. Давай елку не покупать, а возьмем одну такую. А украшать как? А украшать маленькими совсем. Так, мы пришли в парк и мы подготовились. Мы взяли хлеб для голубей и... И... У тебя все хорошо? У меня бумажка. Тебе не нужна помощь, нет? Не нужна. Нет? Я думаю, у тебя есть пожелания архитекторам этого моста. Да, уже нет. Я с его перешла уже. И я хотел ответить на пару вопросов, но там утки просто... Сейчас. Это мне напоминает людей. Вот, знаете, типа нету работы и люди вот так вот каждый друг друга бьются. Идет за место под солнцем. Я забыл поменять батарею. Либо холодно. Но она сейчас сядет, а я хочу ответить на вопросы, которые остались в комментариях. Хочу ответить на вопросы. Бодя Фейер пишет. И да, пока еще не забыл, какой твой любимый вид спорта. Трудно ответить, потому что раньше я думал, что мой любимый вид спорта это ездить на велосипеде. Потом я думал, что это плавание, потому что это классное кардио и ты сильно не нагружаешься. А теперь, как бы сказать, любимого вида спорта нету. Сейчас постараюсь объяснить почему. Дело в том, что вот футбол, например. Люди конкурируют между собой, бегают и так далее. В баскетболе то же самое. И мне сама концепция не нравится, когда люди начинают говорить другому и и быстрее тебя бегаю. И что? Или я лучше попадаю в цель. И что? В каких целях это вообще применяется? То есть я к спорту начал относиться по другому. То есть, если я раньше думал, круто, когда ты первый, круто, когда ты классный такой, уууууу. Нет. Сейчас это просто кардио. Вот, например, я не люблю бег. Но мне это помогает проснуться, я бегаю. Вот на данный момент, я бы не сказал, что это мой любимый вид спорта. Просто он мне подходит. Он мне помогает в чем-то. Наверное, просто он более-менее полезный. Но не для суставов, что ли. Эдуард Столлер пишет. Почему вы гуляете без масок? Ну, скажем так, когда мы заходим в магазин, мы одеваем маски. И стараемся ни с кем не контактировать без масок. Стараемся, если честно, держать просто дистанцию. Мы видим, что идут люди и просто их обходим. Вот и все. Поэтому мы гуляем без масок. Я знаю, что в Польше другая ситуация. Ты вообще просто не можешь никуда выйти без маски. Ни в магазин, ни в туалет. Вообще выходить нельзя никуда. И все теперь ходят по улице в масках. Но в парке, например, когда вокруг меня нету, зачем мне одевать маску? Бодя Фейер пишет. Какая у тебя мечта? Знаешь, это сложный, сложный очень ответ. Потому что... Кстати, спасибо за вопрос. Потому что она меняется. Дело в том, что когда я был цирковым артистом, не знаю, может я и остался, но мечта тогда была стать лучшим клоуном в мире. Потому что это деньги. Ну и слава, типа, все дела. Второй момент была мечта, это вот переехать в Канаду. Она, в принципе, остается пока мечтой, но мы планируем. Мы вот планируем уезжать с Украины в любом случае. Как бы печально это не звучало. Но сейчас, скажем так, мечты нету. Особо такой, как бы. Наверное, больше теперь мечта, это когда у всей нашей планеты и у людей будет все хорошо. Мне больше нравится действительно этот проект Венера. И жаль, что большинство людей этого не понимают. Жаль, что много разных факторов. Наверное, мечта стала быть более образованным. Более открытым, более образованным. Понимать вообще все, как работает. Примерно. Потому что наши знания устарели. Мечта, наверное, это релевантное образование. И чтобы заработал проект Венера. Чтобы люди реально перестали стрессовать, переживать. И были счастливы. Пускай это звучит как утопия. Но это моя мечта. И я знаю, что большинство людей меня не поймут. И не из-за того, что они тупые, глупые. Или скажут, что я тупой, глупый. У них недостаточно информации. И я не могу их в этом осуждать. Потому что у меня тоже было изначально мало информации. И я точно так же смотрел на других людей, которые были на меня не похожи. И говорил, что они какой-то херней страдают. Поэтому это нормально. Это нормально, если мне еще напишут в комментариях, что я чокнутый. Мы все в чем-то чокнутые. Мы вернулись с прогулки час назад. Милая поехала к остеопату. У меня села батарея. Поэтому вы видите видео из квартиры. Я поменял батарейку. Все, отлично, все работает. Что тут такого? Самое сложное это сейчас развлечь малыша. Потому что Милой не будет часа 2-3 или сколько. Ему очень нравится, когда он видит себя в маленьком мониторе. И он думает, что он сенсорный. Он не сенсорный, сынок. Он не сенсорный. Это тоже не сенсорный. Мой носок. В стирку? Надо стирать. Спасибо. И это... Ну, порошок ты знаешь где, если что. Хорошо? Все, я рассчитываю на тебя. Мне позвонил Женя, сказал, что Жигуль готов. Круто. А оказывается, на нем стоит сцепление диск. Полетел который. Он был не оригинальный. Там стоит BMW. Я спрашиваю, а что стоит BMW? Потому что коробка с под BMW. И ты такой типа, в этом Жигуле что-то с под Жигуля осталось. Спорим, они не знают, что у тебя там во рту уже килограмма два апельсин. Как тяжело их жевать, да? Продолжение следует... В курсе, нас мама за этот армагеддон гвоздями к стене поприбивает. Нет, ты так не считаешь? В курсе, нас мама за этот армагеддон гвоздями к стене поприбивает.